всем всем большой привет сегодня суббота такой классный день у нас на улице 0 градусов вроде бы я выздоравливаю наконец-то антибиотики все таки помогают хорошо что они есть хотя и есть от них вред хотелось снять не то не знаю влог это будет или просто болталка кухонная моя небольшая но как пойдет начнем с болталки сегодня решила сделать маску и также хотела потестировать вот такое средство от freeman в общем вот такое такой упаковки и давайте посмотрим очищающий крем скраб для лица абрикос 15 миллилитров я ему же какое-то время пользуюсь тестирую всегда помимо того что у меня стоит ванной пара тройка скрабов я всегда стараюсь еще что-то попробовать новенькое хочу сразу отметить что вот 15 миллилитров в пробнике до 15 миллилитров это очень много и классно то есть его хватает надолго во вторых мне очень понравилась текстура его надо совсем чуть-чуть сейчас я выдавлю вам покажу давайте вместе потестируем потому что пустых баночках когда пустую показываешь это ни о чем не говорит вот он вот такой вот очень густая кремовая вот сама вот эта консистенция а скрабиночки мелкие мелкие но скрабят они очень хорошо если переборщить с кремом тогда скрабинки в этой кремовой основе теряются поэтому надо совсем чуть-чуть и тогда вот этот скрабирующий эффект становится таким приятным чувствительным и не ранящим кожу то есть вообще если у вас даже чувствительная кожа мне кажется это средство очень очень хорошо подойдет и чистит хорошо главное не переборщить с количеством поэтому это средство очень экономно и хватит его надолго и мне она очень очень понравилась ну и аромат персика конечно очень приятный хотела знаете девчонки что спросить вот для вас какое значение имеет упаковка для меня огромные вот даже к раковине подхожу рука начинает тянуться вот к этой яркой позитивной упаковке скрабов стоит три беленький зелененький и вот этот вот оранжевенький и рука тянется именно к нему очень привлекает вот сам дизайн напишите что для вас упаковка и вот даже когда я иду по магазину бывает вот классная вещь стоит а рядом в яркой красивой упаковке менее классная рука тянется все-таки вот зрительно за глазами то есть глаза и туда же руки поэтому для меня вот упаковка имеет огромное значение почему из-за этого часто и пролетаем со средствами если средства не очень но упаковка сработала вперед качество вот это я рассказала маски вот в этом контейнере у меня маски все кремовые такие тут три тряпки стряпочки маски всякие тряпичные знаете тоже обратила внимание что они у меня даже составлены так вот если боком посмотреть по дизайну первые у меня всегда стоят самые красивые это то что я вперед начинаю тратить это самые красивые которые идут вот они какие-то необычные такие но смотрите какая красота давайте я не воспользуюсь сегодня вот этой вот маской тоже необычная такая классненькая оттони молли тут по моему что-то очень интересное было да с экстрактом это поближе вам покажу рисового вина представляете какая интересная тоже она у меня прям вот в ближайших пойдет тратиться использоваться тоже расскажите как девчонки вы сначала читаете что написано или на упаковку обращаете внимание вот прям упаковка такая бывает привлекательная что она играет большую роль чем надпись ну естественно бывает такое что нужно хорошо выглядеть и тогда я ищу конкретные маски или нужно сегодня увлажнение тогда я выберу все увлажняющие и опять же сработает бывает картинка и из увлажняющих я выберу более симпатичную в общем сегодня питание и будет у меня витаминами и микроэлементами сейчас огромным удовольствием сделаю что тут нам надо делать надеюсь будет вкусно пахнуть бананчиком и лежать мне надо будет с ней как хорошо написано до 10-20 минут но я обычно максимально лежу мне если уж я делаю такую маску то не экономлю во времени на ней и обязательно лежу столько сколько надо по максимуму что касается вот этих масок вот именно в этой пачке у меня сейчас маски самые привлекательные это вот эти мне оля присылала 7 дни называются я вам так полистаю вы можете их посмотреть какие они интересны тут надписи интересны вот они очень красивые очень позитивные и мне их жалко надо конечно настроиться и прям вот 7 дней каждый день поделать вот эти вот маски они идут тоже интересно мне кажется они тоже тряпичные так сейчас я посмотрю нет нанести на лицо нет вроде намазать надо а на ощупь как будто бы там тряпочка интересно интересно тут все-таки тряпочка или нет так что-то написано ну в общем посмотрим я думала да тряпочка смотрите-ка потому что только сейчас они у меня видите лежат таких в жидких масках в кремовых так что это тряпочки это тоже надо в эту сторону переложить так что вот эти я буду потом использовать но пока вот не их жалко они очень красивые очень позитивные классно все написано и за неделю можно ставить просто молодой красавицей вот вот такая красота это пятница перед вечеринкой суббота надо вот как-нибудь понедельника может быть я с ближайшего начну и поделаю их все такие они классники позитивные кстати все этим вот маски не послал оля крюкова оленька спасибо прям так побаловала но я ее оставлю в этой упаковке потому что у меня во второе место уже просто нет поэтому будет здесь лежать так ну раз ролик болталочка знаете я что хочу озвучить последнее время бывает что когда я делаю заказ и его я упоминаю что живу на территории трендсеттеров и мы идем на два каталога впереди и бывает что девочки ну по крайней мере два раза у меня три три раза такое было девочки блогеры мои подруги при этом не не просто там незнакомый кто-то а именно мои подруги через меня заказывали продукцию эйван чтобы как бы но не ждать эти два месяца когда до них дойдет этот каталог просили меня что свет ты закажи а мне вышли вот но я это дело потому что мне это не сложно по сути это сделать но возникла такая проблема что многие подписчики тоже подумали но почему бы и нам ну какая разница то кому она высылает подруги или мне например да и обращаются ко мне в что света можешь ты и мне тоже заказать и выслать так вот возникло почему это в проблему переросло дело в том что таких предложений стало поступать очень очень много и если я соглашусь одному человеку так сделать или двоим остальные скажут а почему нам ты этого не делаешь мы же тоже просили и поэтому я вынуждена отказывать если я вот даже один месяц соглашусь и всем кто попросил заказать для вас вперед пусть даже по ценам каталога пусть вы даже переплатите за доставку и якобы я на этом какой-то там процент выиграю девочки мальчики это невозможно это будет огромнейший заказ и мне придется очередь выстаивать на почте заполнять все эти бумаги потом нет а рассортировать вам по посылкам все это там например 15 посылок отправить это это просто катастрофа с моей больной спиной я просто умру на этой почте в первый же заказ никакая копеечка этого не стоит если бы это был была просьба одного человека это понятно ну двоих вас очень очень много подписчиков то много и многие подумали точно также поэтому ну простите я действительно буду всем отказывать потому что но выделять кого-то не честно те кто мои друзья девочки блогеры это это другой вопрос мы переписываемся мы дарим друг другу подарки поэтому в подарок доложить что-то это несложно в общем понятно какая проблема с этим не могу и вторая тема которую ну идентичная 1 тоже хочу озвучить она сложнее немножко сейчас очень часто стали обращаться в личку дать рекламу либо больного ребенка либо больного знакомого родственника либо места где подкармливают животных и но это не клиники а как бы такие приюты животных которые тоже нуждаются в деньгах и в помощи может быть это больные животные и таких предложений тоже стало так много а канал то все-таки позитивные бьюти канал мне кажется какая ну понятно что это беда такая которую даже обсуждать не стоит это страшные вещи но тем не менее озвучить надо сделав рекламу одному нужно делать рекламу всем потому что станет обидно но чтобы вот такого рода сделать рекламу мне нужно вникнуть в проблему мне нужно перелопатить ваши документы ваши бумаги чтобы случайно не обмануть других людей мне на это просто нет времени мне кажется для таких для такой беды есть другие места но не бьюти каналы где люди садятся с чашечкой кофе там посмотреть любимые банки поговорить про разные маски а я им бабаху в начале фотографии раненых животных избитых и из раненых и давайте деньги быстрее собирайте все сердобольные но там мне кажется и комок в горло и чаем подавишься но это не то место где следует такие рекламы пускать поэтому к сожалению сам к огромному сожалению у меня просто сердце рвется говорить нет вот когда вот с такой проблемы обращаются но тем не менее мне это надо было озвучить раз уж болталка то болталки должны быть на разные темы это наболевшая такая проблема обращаются все больше и больше и так как подписчики растут таких вопросов и таких предложений становится больше поэтому вынуждена ну доросла я до того чтобы и это озвучить но все пошла я дело теперь маску надеть наверное я на этом не закончу болталку может быть еще что-то позитивненькое расскажу поболтаю может быть фотографии какие-то еще покажу в этой болталке чтобы ну она не была такая напряженная негативная так как две темы подняла такие не очень приятные но оставайтесь со мной давайте что-нибудь интересненькое еще посмотрим сейчас свалится решила я все-таки влог снять упадет смотрите что делает вот и вот и что делает гуля на подъезде я его за это наказываю сейчас покажу как наказываю вот так вот опа домой и дверь выкрыть хулиган уже падал у нас однажды упал мы об этом не знали ударился мордой об нижнюю лесенку и неделю ничего не кушал возили ветеринарку там вообще подумали на чумку ну кто знал что мордой ударился только через неделю стал кушать а я его спасала от чумки лекарства пил вот привет второго поймали ну тебя нагулялся я в магазин нет ты весь мокрый теперь тивайся делаю уроки ну ладно ну давайте такой восточный давай пока всех поймали детей на горку ходил катался с ледянкой такой смешной весь мокрый пришел вот и этот степа в общем теперь его не пускаю в подъезд но если бывает так пробирается он туда выпросит то стараемся не пускать на перила потому что шлепается он с них поп тяжелая перевешивает и падает так мы с вами пошли в магазин я хочу посмотреть себе кофточку неделю назад я ее приглядела она мне очень понравилась и вот неделю я не думаю я покупаю вещи именно по такому принципу если мне что-то понравилось и я не взяла продолжаю об этом думать то потом возвращаюсь как сейчас мы с вами вернемся но я там снимать не буду в магазине просто схожу посмотрю если эти блузки остались кофты я ее просто куплю а вам уже покажу позднее дома очень люблю вот эту елку на ней прямо куча шишек так освещается красиво солнцем может это ель как это называется елка я называю кстати вспомнила еще насчет писем то давайте уж все озвучу что там у меня накопилось по письмам так часто сейчас стало знаете что еще в личку передай мне привет ладно дети детей много они действительно просят приветы взрослые люди пишут передай мне в ролике привет тоже по такому же принципу никаких приветов не передаю потому что девочки но если я начну ролик с приветов то через пять минут от меня отпишется абсолютно все потому что мы тоже детский сад с этими приветами одно дело я передаю приветы тем ну кто мне посылки присылал чей чьи подарки я показываю тут действительно привет работает потому что я не только привет передаю я благодарю спасибо говорю но вот просто всем привет и начинаешь там поименно всех подписчиков перечислять это глупо как-то по-детски то есть детские каналы да это нормально но взрослые не надо вот не люблю на улице снимать потому что мороз небольшое дышать тяжеловато и начинает пыхтеть сразу ощущение что бронепоезд такой видишь вот он собственно этот магазин только вход с другой стороны раньше тут был малюсенький ларек вот они так расстроились сделали первый этаж продукты второй вот такая как бы одежда эконом-класс и там еще аптека еще что давайте зайдем посмотрим вышла я из магазина правда пошла немножко другой дорогой прошлый раз он там вдали мой дом мы шли вот так вот впереди этих домов обратно пошли через школьный стадион сейчас на него выйдем и как раз будет максимкина школа и наш дом немножко молчу купила я кофточку но не совсем то что я хотела дело в том что у меня такое оригинальное тело после родов стало знать как баян у меня есть одна юбка она мне в общем то висит что трещит и сейчас период трещание наступило то есть пора уже худеть чтобы она у меня повисло как мы засняли как себя ведут дети максимкина горка впереди вон мой дом виднеется и вот максим кит на школу все очень близко но чем когда у меня это начнет трещать время худеть потом начинает она вам не висеть я начинаю толстеть как баян в общем то так то сяк но вообще мне больше нравится когда она висит потому что тело становится красивее лицо выравнивается тоже щечки как бы на место встают они на плечах лежат но чем померила и эту кофточку я ее купить купила но трещит и она на мне вот к чему я все это говорю поэтому не совсем то что я хотела ну ладно пока будем худеть к весне надо восстановиться сейчас вам покажу максимкину горку продон сам с нее уже ушел уже делает уроки горку немножко покажу максимки на канале есть ролик день со мной мне кажется очень интересно получился если вам тоже интересно зайдите посмотрите там действительно от пробуждения до того момента как он ложится спать весь его день эта горка там тоже фигурирует интересно видите так раскатали всем ледянка ну ладно это соседский дом и вот следующий уже наш давайте я вам сразу покажу кофточку в общем вот она вот такая вот совсем простая она подходит и под брючки под юбку тут насквозь пробитые такие как бы ажур ставочка ажурная под светлые нижнее белье в общем вот так яркая цветная мне нравится и цвет приятный мне кажется и для роликов подойдет и так вот как бы на каждый день ходить куда-то нормальная кофточка также забежала в аптеку взяла снова вот эту вот настойку колендула мне она понравилась редкая вонючка но прыщи прижигает и борется неплохо когда вот вскакивают прыщи из-за кремов каких-нибудь перепитанное лицо когда что-то лишнее вот показала сейчас я посмотрю какой тяжести ролик получился если переборщила со временем то наверное загружу то что получилось в следующем уже обещанной фотографии по листа и вообще напишите интересно может фотографии моего прошлого там когда мне было 20 лет там может быть маленькую себя ну не знаю в общем если интересно напишите так еще по поводу конкурсом я спрашиваю да девочки готовится конкурс я вот-вот его выложу просто мне нужно кое-что доделать тороплюсь поэтому очень скоро на канале будет конкурс так что не теряем надежды я его готовлю наверное на этом я закончу свой ролик давайте всем приятного времени суток всем спасибо за внимание и всем пока